Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас на своей загородной кухне. Обожаю кабачки и все, что с ними связано. И как только начинается сезон, все любимые рецепты идут в ход. Три из таких рецептов будем готовить прямо сейчас. Это экспресс-варианты на все про все 2-3 минуты, не более. Не забывайте подписываться и на данный мой канал тоже, чтобы не потерять эти и подобные рецепты. Для первого рецепта потребуется 2 или 3 небольших кабачка. Убираю черенки, а сами кабачки нарезаю небольшими брусками. Очищать я кабачки не стала, так как они совсем молоденькие. Вместо такой нарезки, как у меня, вы можете нарезать кабачки небольшими тоненькими кружочками. Это тоже подойдет. Подготовленные кабачки выкладываю в самый обычный полиэтиленовый пакет. Нам даже сегодня посуда не потребуется для этого рецепта. Все готово. Можно добавлять все специи. Добавляю пол чайной ложки соли. Конечно же, черный молотый перчик. Понадобится где-то треть чайной ложки. Непременно добавлю чайную ложку сахара. Также мне потребуется чайная ложка прованских трав. Для приятной кислинки и сбалансированного вкуса 2 столовых ложки яблочного уксуса. Заправляю кабачки двумя столовыми ложками растительного масла. Подходит абсолютно любое. Ну и, безусловно, ароматный чесночок. Понадобится 3 средних зубчика. Друзья, на этом приготовление практически закончено. Осталось завернуть пакет и все хорошенечко встряхнуть. Старайтесь перемешивать очень интенсивно, чтобы соединить все ингредиенты между собой. Ну, собственно говоря, на все про все буквально одна минутка. Ну, а теперь эти прекрасные кабачки убираю в холодильник на 15 минут, после чего мы их обязательно попробуем. Друзья, у меня прошло 15 минут. Можно кабачки подавать к столу. Просто неповторимый аромат. Уверена, что вкус такой же. Вот такой экспресс-вариант малосольных кабачков я вам очень настоятельно рекомендую приготовить. 15 минут. И такая вкуснота на столе. Друзья, я вам рекомендую. Готовьте обязательно. И наслаждайтесь этой красотой и вкуснотой. Но хочу сказать, друзья, чем дольше такие малосольные кабачки будут находиться в холодильнике, тем более маринованные и вкусные они будут впоследствии. Для второго салатика потребуется 2-3 небольших кабачка. Кабачки нарезаю достаточно мелко, приблизительно как на салат оливье. Опять же, кабачки не чищу, так как они совсем молодые и кожура тоненькая. Подготовленные кабачки выкладываю в удобную и глубокую мисочку. Заливаю кабачки крутым кипятком. Вода должна покрыть их полностью. Тут же подсаливаю их одной чайной ложкой соли. Слегка перемешиваю и закрываю крышкой. Пусть кабачки бланшируются. Сама же поочередно на крупной терке натираю 2 плавленых сырка. Рекомендую использовать хорошие плавленые сырки. От этого во многом будет зависеть вкус салата. Понадобится буквально 20 г свежего укропа. Его рублю как можно мельче. Укропчик сразу добавляю к плавленым сыркам. Чесночка беру где-то 3 средних зубчика. Пропускаю через пресс и добавляю к салату. Откидываю их на сито, чтобы стекла лишняя жидкость и кабачки немножко остыли. Ели теплые кабачки, добавляю к салатику. Конечно же добавлю молотый перчик. Здесь уже ориентируйтесь на свой вкус. Заправляю салат майонезом. Потребуется ровно 100 грамм. Осталось наш вкусненький салатик перемешать и можно подавать к столу. Друзья, мало того, что салат выглядит аппетитно, он еще и неимоверно ароматный. Давайте же поскорее попробуем и этот салатик. Очень сложно выразить словами. Это настолько вкусно, это нужно приготовить и попробовать. Рекомендую. Сочетание хрустящего кабачка, ароматного чеснока и укропа и нежного плавленого сыра. Все это вместе работает на 1000%. Рекомендую. Для третьего салата кабачки натираю на терке для моркови по-корейски. Если у вас нет такой терки, вы можете кабачки нарезать тоненькими брусочками. А вот на крупной терке не рекомендую тереть, чтобы не превратить их в кашу. Подготовленные кабачки сразу выкладываю в удобный салатник. Таким же образом натираю морковку. А вот морковку вы смело можете натереть на самой обычной терке, будь то крупная или мелкая. Морковку я тоже выкладываю в салатник к кабачкам. Идеальная зелень для этого салата – свежая петрушка. Нарублю ее как можно мельче. Понадобится буквально 20 грамм. Ну, конечно же, свежий чесночок. Добавлю 3-4 небольших зубчика, пропустив через пресс. Самая моя любимая специя – молотый кориандр. Добавляю чайную ложку. Молотого перчика понадобится где-то пол чайной ложки. Добавляю где-то пол чайной ложки соли, хотя здесь смотрите по своему вкусу. Обязательно любую кислоту. Я добавляю сок лимона – 2 столовых ложки. В салатике уже есть соль, а еще я добавлю 3 столовых ложки соевого соуса. Конечно же, чайная ложечка сахара, чтобы вкус был полностью сбалансирован. Заправляю салат растительным маслом. У меня 3 столовых ложки подсолнечного. К такому салатику непременно кунжут. У меня черный, и понадобится его 20 грамм, но также можно использовать и белый. Перемешиваем салат и наслаждаемся его неповторимым вкусом. Салат настолько прост в приготовлении, и продукты тоже простые, а получается нереально ароматно. Готовый салатик подаем к столу и наслаждаемся его непревзойденным вкусом. Не буду долго говорить, давайте сразу пробовать. Ну, тут и добавить нечего. Можно сказать только так – каждая витаминка на своем месте. Рекомендую приготовить и попробовать. Это нереально вкусно. Друзья мои, я буду очень рада, если вам понравился какой-то из этих рецептов. А еще больше буду рада, если понравились все три. Приготовьте и попробуйте. Я хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok